Меня зовут Николай Лычев, я управляющий партнер портала и медиакомпании Агротренд.ру. Хочу поблагодарить нашего партнера, нашего партнера, компанию «Лемогрент» за возможность выступить на такой представительной конференции и рассказать вам про одно из самых стратегичных для России сельскохозяйственных культур. Вы знаете, что по востребованности у аграриев, если я не ошибаюсь, Евгений, подсолнечник второй после пшеницы. Это вторая большая культура такая. И мне поставили задачу в ближайшие 15-20 минут, я постараюсь не выходить из тайминга, рассказать вам о трендах на рынке масличных с фокусом на подсолнечник. Собственно говоря, наша корзина масличных – это и есть на 90% подсолнечник. Пару слов обо мне, хотя мы со многими из вас знакомы, я здесь тоже вижу знакомые мне лица, поэтому я буду говорить не только коллеги, но и иногда дорогие друзья. Надеюсь, друзья поймут. Я 23 года ВПК, у нас свой портал Агротренд.ру, я занимаюсь бизнес-консультированием, я модератор-эксперт профессиональный и веду общественную деятельность в тех институциях, которые опоры России, ФАС, которые здесь поименованы. Наш портал называется, как уже нас представил Евгений, Агротренд.ру. Очень рекомендую к просмотру и к прочиту, потому что у нас уникальный действительно формат, мы стараемся его соблюдать. На языке профессионалов это мягкие B2B, то есть бизнес-то-бизнес, но мягкие. Почему? Потому что мы исходим из того, что наши читатели – это прежде всего люди, у которых есть свои интересы, которые потребляют продукты, которые не только птицеводы, но и птицы еды. Значит, соответственно, мы пишем не только про рынки сельского хозяйства, тот же «Подсолнечник», мы пишем про то, что интересно в жизни, про фуд-ритейл, фуд-сервис, про уход Макдональдс из России, про то, что такое вкусная точка. То есть контент такой, он несколько распределенный тематически, с тем, чтобы вам было интересно, и вы понимали этот рынок не только как участники бизнеса, но и как потребители. Это наш формат. Прежде чем про «Подсолнечник» рассказывать, я обозначу несколько стратегических трендов, которые вне отрасли масличных и вне, в частности, отрасли «Подсолнечника», но которые влияют на всех нас, хотя относятся, видите, и к сфере геополитики, и к сфере большой государственной регуляторики, и к потребительским рынкам. Я в конце сделаю завершающий слайд похожего свойства, где мы еще раз, пройдя с вами все тренды на рынке «Подсолнечника» и «Масличных», еще раз поймем, как на нас с вами влияют глобальные, локальные, большие, в том числе макроэкономические тренды. Вот, например, на рынке зерновых, вам скажут профессиональные аналитики, есть условный пример такой, что исторически, если мы берем не текущий момент или не текущий год или не текущий сезон, а, ну, например, десятилетнюю, хотя бы пятнадцатилетнюю перспективу, лучше даже пятнадцатилетнюю, вот те самые индексы ФАУ, которые мы с вами часто, во всем случае мы журналисты, цитируем, то исторически получается, что цена одной тонны пшеницы – это цена двух тонн нефти, поэтому сколько стоит нефть умножьте на двое и поймете, что вот ниже этого предела, ниже двухсот долларов за тонну пшеница никогда стоить не будет, пока у нас с вами есть такая дорогая нефть. Этот год у нас с вами год рекордов. Здесь основные агрокультуры представлены, да, для сравнения шесть-пять предыдущих сезонов и шестой нынешний, нынешний сезон, и мы можем видеть, что, так, я чуть микрофон переставлю, а то неудобно смотреть, мы можем видеть, что рекорды всюду, кроме кукурузы и подсолнечника, да, кукуруза на 9 ноября была собрана до и меньше, чем по итогам прошлого года, подсолнечник, подсолнечник, да, тоже был бы, я думаю, был бы рекорд, если бы не поздно посеяли, если бы не проблема с погодой, с уборкой, вот в итоге получается 14,5, это очень, как я понимаю, да, вот после еще будет одно выступление, в том числе с прогнозами, это не моя здесь стезя, но, насколько я понимаю, то, что я здесь пишу, это очень консервативный такой прогноз. Значит, если у нас то, что происходит сейчас, большие проблемы с уборкой, это проблемы с качеством, вопрос, куда все это можно будет использовать, даже то, что мы соберем, и часть площадей уберут весной, да, не из-под снега, а весной. Я там ставлю вопрос, на слове уберут, после слова уберут, почему, потому что, коллеги, нет уверенности, что все это будет повсеместно сделано из-за низкой цены, цена не очень интересна сейчас. Это такая вот, знаете, вообще русская народная игра у нас, уборка подсолнечника и кукурузы весной, меня иностранцы часто переспрашивают, а что это, а почему это, я два-три раза объясняю, потом говорю, sorry, this is Russia. А, все хорошо, да, все понятно, но на самом деле это страшно влияет на наши конечные балансы, и сколько мы соберем на самом деле, мы, к сожалению, с вами узнаем только весной, там, да, в марте, а из официального Росстата только к концу следующего года. Поэтому о цифрах спорить будет еще очень долго. Вот, рапса у нас будет, я просто уже устно, да, скажу, наверное, это соседняя культура, тоже важно два слова обозначить, рапса у нас будет с вами больше, примерно на 700 тысяч тонн, чем в прошлом году, и сои тоже побольше, как вы видите из этого графика, что тоже будет формальным рекордом. Кстати говоря, погода это повсеместная проблема, я только что вернулся из Новосибирского агропромышленного форума, у них тоже есть своя аграрная неделя, которая проходит у нас в октябре, у них в ноябре, вот они там тоже были, ребята-аграри из ДВФО, вот они сказали, что начали входить в зиму, просто не убрав часть площадей по сою. Вы можете понимать из этого, что если бы не погода, вот этот урожай, этот, сори, этот соевый рекорд был бы гораздо более значительным. Вот, это для справки, вот такой слайд, это данный Кенетек, это бывший Клефман, Клефман, как вы знаете, да, Клефман, сейчас Кенетек называется, они слились, Масличный лидирует в России по росту пассивных площадей все последние годы, начиная с 15-го года, там нужно и раньше продолжить, там в принципе то же самое. Это данные по сельхозпроизводителям, сельхозорганизациям, крестьянским, фирменским хозяйствам, то есть мы охватываем здесь практически весь рынок. Кстати, рапс интересная история, я очень люблю эту культуру, потому что там много разных прикольных трендов. Вот рапс, что с рапсом на фоне, так скажем, чтобы никого не обижать, неравномерного развития агротехнологии в разных регионах России, мы наблюдаем значительный разброс в рентабельности от региона, я уже перехожу к следующему слайду, от региона по региону. И не только по рапсу, вот здесь представлены у нас, здесь представлена оценочная рентабельность разных масличных по, и внимание, экономическим районам, да, то есть не по федеральным округам, это именно экономические районы, это градация принятая еще в советское время, до сих пор формально действует. И в этой логике Северный Кавказ, это вот мы сейчас с вами находимся, Юг и Северный Кавказ, это не только Ставрополь, Карачаево, Черкесия, Республики Кавказ, за это в том числе Краснодарский край, да, и здесь мы видим, что по СОИ в принципе не такая высокая рентабельность, как повсеместно, ниже только в центре, это вообще не СОИ в регион, ну а подсолнечник, он молодец, он приносит вам здесь и Южно-Российским аграриям хорошую рентабельность, больше, ну только там формально, да, плюс погрешность в методике, ну больше только в СЧР, но тоже в принципе сравним, 94%. Это тоже по данным Кинетек, которые опрашивают аграриев, они делятся своими данными по рентабельности. По-прежнему в этом году, в этом сезоне подсолнечник входит в топ самых коммерчески привлекательных культур, несмотря на просто запретительную экспортную регуляторику, масса жировой лобби добилась запретительных пошлин на вывоз масличных лишних аграриев и экспортной альтернативы. Да, важно, я потом ниже об этом скажу, что это все значит, ну конечно важно продавать продукцию с высоко добавленной стоимостью, вообще с добавленной стоимостью, а не просто сырье, коммодити, да, но тем не менее я считаю, лично я, Николай Лычев, вот вниз моего статуса, спикерского статуса, я считаю, что бизнес должен, агробизнес, сельхозпроизводители, тем более малый бизнес, фермеры должны иметь полноценную экспортную альтернативу, ее у них отнимать нельзя. И подсолнечник низкотехнологичен, то есть тут как раз большой потенциал роста урожайности при стагнации посевов, которые, мое мнение, впредь сильно расти не будут. Вот, пожалуйста, смотрите, что происходит, да, вот о чем я начал говорить, про масложир. Рынок масложировых продуктов это типичное олигополе, пожалуй, по степени экономической концентрации с масложировым рынком может сравниться только с сахарной. У нас с вами на агрохолдинге, да, так скажем, на крупных аграрных, я больше так люблю говорить, крупных аграрных операторов приходится, по данным Центра агроаналитики Минсельхоза России, 61% всей выручки. Данные, вот я нашел последние по 2019 году, где, например, еще отдельно заявлен холдинг солнечных продуктов, поглощенный группой РусАгро, ну, теперь вы можете вот розовую долю РусАгро и желтую долю солнечных продуктов сплюсовать там, да, грубо так, и понять, что эта концентрация еще больше выросла, с рынка еще один игрок ушел. Ну, и поэтому, конечно, еще раз повторюсь, это типичное олигополе, что не очень хорошо для сельхозпроизводителей, которые не обладают, да, они очень дисперсны и не обладают схожей рыночной силой, но это факт нашего рынка, сложившегося не в последние годы. Несколько слов о трендах, как меня попросили, 22-го года. Мы пережили не только пики цен, когда началась СВО, и мы исходили из того, все эксперты, из того, что, ну, в ближайшие полгода Россия и Украина вообще ничего никуда поставлять не будут. Это оказалось не так, просто изменилась логистика. Но вот после этого мы пережили в силу мировых тенденций, да, о которых я, возможно, тоже позже скажу, если будет время, если будет вам интересно, грандиозный падение цен на все зерновые и масличные. Цена сейчас не очень хорошая, в том числе на соевое масло. В июле, вот я и делал предыдущую презентацию для коллега Щелкова-Грахима, в июле, и вот как раз показывал цены, и сейчас я не буду грузить цифрами, и так их очень много, наверное, да, я помню, что на тот момент, вот по июле, по итогам июля я посмотрел, были самые низкие цены на подсолнечник за два года, за последних, в рублях, а на масло минимальное за полтора года. Именно мировые цены, но мы же привязаны к мировой цене, да, поэтому мы тоже с вами от нее зависим. Факторы, почему падает, почему падает, понятно, сильный рубль, очень большие запасы, примерно, мы, кстати, вошли на рынок, мы вошли в сезон, который, напомним, масличные начинаются сезон не 1 июля, а 1 сентября, мы вошли с рекордными, с переходящими запасами, примерно 1,3 миллиона тонн, очень высокое давление на рынок. Ну вот, еще раз скажу, падение цены, это дешевеет пальмовое масло, соя, то есть так называемые продукты-субституты-баркетмейкеры, от которых уже зависит подсолнечник, потому что мы всегда идем в цене, так же, как вот цена нашей нефти Юроса идет за ценой нефти Брэнд, да, Брэнд минус, минус там такой-то дисконт, то же самое, примерно, с подсолнечником происходит. Ну и нефтяные распродажи тоже имеют значение, потому что я вначале говорил, что и то, и другое, это коммодити, товары, и короляция цен между ними всегда имеет место быть. Не могут одни расти, другие падать, во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Крайне тяжелые условия уборки, уже упомянутые пошлины и демпферный механизм регулирования. Отдельный тренд, возможно, это интересно, в прошлом году мы только об этом и говорили, про устойчивое развитие, про все, к сожалению, в этом году вынуждены говорить про какие-то вопросы выживания, но, тем не менее, никуда ничего не делось. Я имею в виду даже не изменение климата, я имею в виду даже не глобальное потепление, вообще, коллеги, глобальное потепление – это научно необоснованный термин, он изобретен в период премьерства Великобритании Маргарет Тэтчер с тем, чтобы закрыть нерентабельные угольные шахты и экономически опрокидывать Советский Союз. То есть, на самом деле, никакого глобального потепления нет, есть изменение климата. Мы вступаем в очередной климатический теплый период, уже не в первый раз в человеческой истории. Потепление, да, я когда вылетал из Москвы, в Москве было минус один ледяной дождь, в Краснодаре, во всяком случае, по данным ГИС-метеору, был 21 градус, и солнце светило. Когда была такая разница? Оно теперь есть. Вот оно, изменение климата. Хоть, может быть, немножко так по-дилетантски объясняю. Благодаря климатическим изменениям в России будут расти посевные площади, в этом смысле ЮФО, Краснодар, это типичные субтропики, почему еще виноделия здесь теперь так хорошо развиваются, да? Это Франция, Тоскана, вот, это то же самое все. Вот, и Дуи, конечно, хорошо для сельского хозяйства. Сокращается период вегетации, увеличивается сумма годовых температур, и мы получаем более высокий урожай, даже не сильно соблюдая технологии. Но минусов не меньше, чем плюсов, а формально у меня, видите, даже больше. Это, конечно, рост распространения болезней, таких, как наш с вами в кавычках любимый проволочник, как заразиха на подсолнечнике, как многое другое, да, что отнимают у оградив много денег, о чем, кстати, Евгений, вот, спикер от вашей компании, на последней нашей конференции очень подробно рассказывал, да, в том числе, сколько он на гектар теряется. Вот, и все это формирует, несмотря на новые технологии, цифровизацию, все остальное, знаете, вот, как бы, сумма человеческих страданий, да, и страдания аграрьев от роста технологий, она как-то никак не меняется, да, вот, у нас новые технологии, но при этом новые болезни, новые штаммы, коронавирус этот проклятый, да, вот, и мы вынуждены все время повышать ставки, мы вам это, а вы нам это, вот, поэтому, в принципе, мы не стали менее защищенными и не стали в слове более предсказуемыми, чем были раньше, при прочих равных, это дополнительные затраты на семена, на те же семена и средства агрохимзащиты. И у меня был специальный слайд, насколько подорожали за последний год семена и удобрения, и агрохимикатов, я просто не хочу шокировать организаторов конференции этими цифрами, не буду их показывать, не буду вводить в состояние стресса. Ну, то есть число негативных, в частности, природно-климатических явлений растет по экспоненте, пожалуйста, вот, 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 вот это экспонента, это данные гидрометцентра, тут просто они фиксируют самые крупные аномальные погоды явления в штуках, вот, несколько примитивно, может, да, так, вот такая базовая аналитика, но она есть, посмотрите, пожалуйста, что происходит с 2000 года, я могу показать, что происходит с 1890 года, когда в России начались еще при Николае II постоянные метеонаблюдения, но там история примерно такая же, вот, просто последние годы, посмотрите, насколько быстро мы в этом смысле, в кавычках, прогрессируем, да, и я думаю, этот процесс остановить в ближайшие годы не получится, нужно придумывать что-то, да, какие-то контрмеры, контртехнологии, в том числе, которые Лимагрен разрабатывает, чтобы нивелировать растущие природные климатические риски. Следующий слайд. Отдельно скажу про регуляторику. Государство за последнее время сильно нас с вами оцифровало, есть разнообразные в ГИСы, вот, для производителей зерна, это зерно, да, есть в ГИС Сатурн, есть в ГИС Цербер, такое слово, вот, прямо, видите, такое, прямо, слово страшное. Вот, то есть, ну, например, Цербер – это система прослеживаемости химических препаратов. С сентября 2022 года все, кто занимается оборотом пестицидов в агрохимии, средств в агрохимии должны быть зарегистрированы в системе Цербер, через которые, в свою очередь, происходит, как я понимаю, автоматическое попадание в систему Сатурн, да, и у Сатурн – это у нас с вами такая вот основная система, очень хороший пример, самый зрелый, мне кажется, вообще у нас сейчас, основная система осуществления контроля за оборотом пестицидов на территории Российской Федерации, импорт, экспорт и собственное производство. Введение квот на импорт семян – это вообще большая боль таких компаний, как организаторы этой конференции, да, не все об этом могут и хотят говорить, а я могу говорить об этом как независимый эксперт. Дело в том, что, да, надо защищать российский рынок, однако, напомню, что глобальные компании работают не только на кого-то или против кого-то, у всех своя игра, но они работают на весь мир. Они тратят огромные деньги на R&D или научно-исследовательские работы, на НИОКР, и разрабатывают не только там семена или препараты пестициды, они разрабатывают современные технологии, чтобы продавать их всему миру. То есть быстро повторить то же самое мы с вами в пределах одной страны не сможем. Вывод сорта семян на рынок – это 12 лет не меньше. Так вот быстро собраться и побежать, к сожалению, ничего не получится. Официальная риторика такая, да, напомню, мы должны максимально импортно замещаться в области технологий. Я согласен, хорошая стратегическая идея, но под это нужны стратегии. Вот не пожар учинять, а стратегии и думать об этом заранее, чего мы с вами, к сожалению, не делали. Давайте делать, хорошо. Но тогда по логике, даже если мы сейчас это в пожарном порядке вынуждены, да, понять политически вынуждены дела, давайте хотя бы, ну, беречь тех, кто соглашается поставлять современные технологии в Россию, да, но мы почему-то будем квотировать импорт семян. Беспокоит не сама идея квотирования, да, это политически принято, и пусть делают. Я беспокоюсь, как это будут делать? То есть не будет ли дефицита на рынке, да, там не окажемся ли мы в технологической яме. То есть в результате, понимаете, коллеги, можно попасть в крайне непростую, неприятную ситуацию, когда останутся какие-то вот доморощенные, то есть априори уступающие остальному миру технологии, плюс ограниченных поставки, там, я не знаю, из Индии, Китая. Мы этого хотим? Мне кажется, не совсем. Это будет долго, дорого, плохо, а регионы, а, извините, а расходы, извините, а рекорды, вот которые мы сейчас видели с вами на переслайдах, рекорды растеневодства могут остаться в далеком прошлом. Если у нас не будет грамоты регуляторики, нынешний рекорд, нынешний урожай в 150 миллионов тонн будет лебединой песней российского растеневодства. Вот, кстати, последнее, да, там несколько последних слайдов. Это наша аналитика, мы в Аграр-Тендру делаем обзоры, которые регулярно обновляем, называем, смотрите, кто ушел и смотрите, кто остался. Мы описали в последнем из них 112 иностранных компаний, вам это вряд ли интересно прямо вот все это посмотреть. Если нужно, пожалуйста, по ссылке это все есть, я не против, чтобы раздали мы презентацию участникам, да, в формате PDF, вы можете перейти по ссылке, почитать, посмотреть табличку крупной техники. На самом деле, по большому счету, никто из-за слова не встал, да, то есть, 49 уходят или собираются уйти, столько же остаются, и вот кто-то там, как тот же Bayer, прекратил новые инвестиции, но в России продолжает работать. Что касается вашей сферы, вот, вот здесь такая небольшая выкладка, выключка. Здесь 9 компаний, которые имеют отношение к тому, что мы сегодня здесь обсуждаем. Посмотрите, какая интересная штука. Вы ничего не заметили, вот что их всех объединяет? Очень много, очень много упоминаний США и очень много упоминаний СЗР. Вот, вот так те, кто либо ушел, либо, в принципе, могут, могут уйти. Да, я, я ставлю вопрос к кандидата на выход, потому что, если вы вот у них спросите, конечно, никто никуда не собирается. Но если вы прекращаете поставки в России техники, отключаете софт, поставляете, простите, уже забиваюсь устал, перестаете поставлять запчасти, то, наконец-то, говорит о том, что вы тут остаетесь, у вас тут юрлицо или два юрлица. Ну, это как не очень, не очень здорово. Ну, и вообще, мы им верили, мы 10 лет, там, да, вот у меня есть знакомая глава, 10 лет мы вам верили, а теперь нам предлагают та же Эканива, там, не знаю, или кто-то еще, китайский сверху в технику, да, как-то неприятно. Поэтому это, конечно, уход. Вот, из рынка, схожего с рынком, который закрывает Лимогрен, из России ушла Картево-Грисайс, это было 7% рынка. Конкуренты достаточно радуются сейчас. Вот, только что общался с некоторыми из них. Ну, и ФМС, они были небольшим низшим производителем, да, закрыли завод в Ново-Чебоксарске и уволили целых 15 человек. Ну, тем не менее, тоже прецедент. Вот, тренд настижения уровня агротехнологии. Почему? Ну, просто потому что, смотрите, что происходит. Это по итогам января-августа, вот эти желтые, оранжевые столбцы. Сравнение с тем же периодом 2021 года. Все падает, импорт сельхозтехники. Ну, это, допустим, понятно. Падает свое производство. У нас куча иностранных смежников, у нас, да, даже тоже сухой суперджет состоит на 80% за европейские детали. Поэтому будет все не так просто. И как этот рынок перестроится вот в этой ситуации, а перестроиться придется, мы в ближайшее время, да, в ближайшие два года, как говорят, не скажу, раньше в Адасе-то говорили. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Вот, что касается техники. Это посои, вы потом сами посмотрите. Это ожидание бизнеса по подсолнечнику. Это последний опрос компании Кинетек, бывший Клефман. То есть, если вы посмотрите вот на нижний график, неоднозначное это отношение, потому что кто-то собирается снижаться, как по пассивным площадям, я имею в виду, как Урал и Западная Сибирь. Значит, вот, а Поволжье, Поволжье в стагнации. Я напомню, кстати, что Поволжье за советские годы стало первым, номер один производителем масличных во всей России. Они были третьим. Ну, если мы федеральный округ наложим на РСФСР, да, советское, то получится, что они были третьим, сейчас они первые. Ну, им, в принципе, некуда расти. Они сильно нарушают севообороты и плохо относятся к технологиям. Вместо выводов, вот такой слайд, 8 выводов, 8 трендов. Я уже говорил, что сезон стартовал с рекордных переходящих запасов. Слабый старт сезона, как говорится. Есть риски недосева, снижения урожайности. Но, да, мощности переработки в России превышают возможности сельхозпроизводителей. Сейчас, я напомню, они загружены на 80%. И наше МЭЗО в состоянии переработать 29 миллионов тонн всех видов масличных. И продолжают строиться новые, реконструироваться существующие МЭЗО. Но я смотрю сейчас, вот просто там по некоторым из них, большая часть новых проектов этих заводов сориентирована не на подсолнечник, а на сою. Ну и плюс, если только действующие игроки расширяют мощности, то они делают ставку уже не просто на подсолнечник, а на второй, третий передел. Не просто там масло, жмых и шрот. Это уже мало денег приносит. То есть, вот они уже стараются перерабатывать, как, например, делает АЖФК. Это вообще, мне кажется, идеальная компания с точки зрения подхода к портфолио, к ассортименту. Вот. Вот. Что еще? Ну, вот я считаю, вероятно, что сейчас маржа низкая, но она отрастет с тех минимумов, которые мы видели в целом по рынку российскому в ноябре-октябре. Почему отрастет маржа? Я объясню, что ведь по логике мы видим рекордно высокую доходность у переработчиков, хотя они в это не признаются. Мы видим, что мировые цены на масла сейчас скорее подрастают, чем падают, и этот тренд с каким-то лагом переложится в сырье. Ну, вот и есть надежда на робкий свет, так скажем, в конце тоннеля. И на этом фоне сои и рапс, вот не столько подсолнечных, сколько сои и рапс, особенно соя, хороша тем, что у них есть такой мощный боковик в виде поддержки со стороны животноводства. Соевый жмых, соевый шрота, особенно шрота, он хорошо используется в животноводстве, и часто, мне говорят сельхозпроизводители, что не продажа самой сои, если они могут продавать шроту, он приносит наибольшую доходность, поддерживая общую рентабельность. Стратегические тренды АПК, у меня уже нет времени, потом сами посмотрите. Вот мы никуда от них не денемся, пожалуйста, если есть вопросы, можете задавать. Спасибо за внимание. А что с искусственным мясом? Многие производители сегодня, инвесторы, будем говорить так, вкладывают деньги в производство искусственного мяса. Очень много об этом говорят. Непонятная ситуация, куда пойдет сейчас наше развитие того, что мы получили за прошедшие годы. Мы понимаем, что нам уже не хватает поголовья, маточного поголовья. Что дальше с этим трендом будет? Мы перейдем в китайскую линию, будем есть искусственное мясо, или что-то у нас будет развиваться свое? Не до конца понял, в чем вопрос, и про искусственное мясо, и про традиционное мясо. Тренды какие? Тренды какие? Да, все очень просто. От сочного вкусного стейка никто никогда не откажется. Искусственное мясо, и вообще, давайте так шире, скажем, рынок растительных альтернатив. Есть еще клеточное мясо, а есть искусственное мясо. Вот эти три сегмента. Это был большой хайп, который напрочь, мне кажется, смыл ковид и связан с ним проблемы. Мы, во всяком случае, для России поняли, что это никогда не станет доминирующим трендом, потому что традиции употребления пищи, основанной на растительных ингредиентах, то есть, по сути, изначально на углеводах, у нас очень небольшие традиции. В отличие от того же Китая или Таиланда, где распространен буддизм, там, конечно, это все очень высоко востребовано. Я сам был в Китае, видел искусственное яйцо, продается. Или Сингапур стал, как вы знаете, в прошлом году, или позапрошлом уже году, еще годы заканчиваются, первой страной, которая разрешила искусственно синтезировать мясо из клетки. Ну и потом, там, конечно, страна маленькая, а народу много. Нам в России это будет неактуально. Это мой прогноз, растительные альтернативы, включая клеточное или, как вы говорите, искусственное мясо, останутся нишевым трендом для очень ограниченной аудитории, и большая часть этой аудитории будет просто приходить попробовать. Я как-то в ресторане тоже попробовал растительный бургер. Спасибо, больше не надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!